Сегодня речь пойдет про мигрень. Как же победить хроническую головную боль раз и навсегда, а это возможно. Итак, сегодня вы узнаете о том, от чего же бывает хроническая беспричинная головная боль, как проявляется классическая мигрень, чтобы не спутать диагнозы, ее причины, профилактика и лечение, какие обследования стоит пройти, как снять и вообще убрать боль травами, массажем и изменением питания. То есть, как вообще победить мигрень? Первое. Как же проявляется классическая мигрень? Она проявляется односторонней болью, часто в области висков или лба. А перед началом самой острой головной боли бывает тяжесть в голове, слабость, головокружение, покалывание в висках, бывают цветные пятны и точки перед глазами, бывают тошнота и даже рвота. При мигренях раздражающе действуют разные запахи, свет яркий, звуки. После начала первых признаков, примерно через час начинается сама головная боль, очень четкая, понятная, характерная. То есть, сам приступ. Эти боли могут длиться от двух часов до трех суток к ряду. При этом могут быть или усиливаться тошнота и рвота. Сейчас я вам скажу то, что в принципе практически никакие врачи, за редким исключением, не знают и не говорят. Мигрень – это не что иное, как начальная стадия, как хроническая стадия менингита. Безусловно, это воспаление. Если у вас что-то болит, значит где-то идет какое-то воспаление. По-другому не бывает. Боль – это проявление какого-то воспаления в организме, в данном случае в головном мозге. И, конечно же, это начальная стадия менингита. Запомните, если нет в организме воспалений, то ничего и нигде не может болеть. А как убрать воспаление в организме? Есть ли какая-то универсальная формула? Да, есть. Есть три способа, которые надо применять в комплексе для того, чтобы снять любое воспаление. Об этом я скажу вам чуть далее. Итак, при мигрене ваш терапевт назначит вам невропатолога. А невропатологи лечат нервную систему. А проблема-то не в ней. Не только в ней. Это комплексная системная проблема. Это биохимическая глубинная проблема. Потому невропатологи лечат и бессмысленно никаких результатов. Дорогие друзья, я представляю вам новый свой канал на платформе Boosty и предлагаю вам на него подписаться. Вы можете перейти по ссылке под этим видео и прочесть, о чем там будет размещаться информация и уже размещается. В официальной медицине эта болезнь, эта проблема не лечится. Но она, конечно же, лечится, если понимать причину данного состояния, данной болезни. Если у вас есть мигрень, это значит, что у вас уже есть давно, многие годы определенные проблемы. Но просто они начали проявляться только недавно. Бывает такое, что причина мигрени в повышенном артериальном давлении. То есть в артериальной гипертензии так правильно называется данное заболевание. И хорошо, что если это так. Но сами понимаете, проверить это легко и просто. Но, скорее всего, дело в воспалениях. А вот где эти воспаления? Они могут быть в любой точке и органе организма, и в головном мозге тоже. А отчего бывают эти воспаления в основном? Причин здесь несколько. Но одна из них это высокомолекулярные белки. То есть то самое мясо и другие продукты животного происхождения. При потреблении которых возникает реакция антигена-антитела со всеми вытекающими последствиями. В том числе с образованием кадверина, патрицына и других гнойных токсинов и трупных ядов. Но об этом я подробно говорил. Например, в своей лекции про мясо. Посмотрите ее, кто особенно возмущается, у кого есть протест по тому, что я сейчас сказал. Еще раз напомню, что у официальной медицины нет лекарств против мигрени. Это все будут такие попытки, чтобы, так сказать, успокоить пациента. А попробуйте то, а давайте это. Все это глупости. Но чтобы исключить серьезные причины вашей мигрени, конечно, невролог должен назначить, а вы должны пройти некоторые обследования. Конечно же, во-первых, это рентген шейного отдела позвоночника. И, конечно же, это КТ головного мозга, то есть компьютерная томография. Ну, чтобы отбросить явные причины, то есть деформации, пережатия и опухоли. Если после всех исследований этих проблем у вас нет, а других врачи не находят, хотя причины, безусловно, всегда есть, то сделайте то, что я вам сейчас расскажу, комплексно примените эту методику, и у вас однозначно пройдут мигрени. Потому что дело просто в хронических воспалительных процессах, которые перешли в ликвор, перешли в клетки головного мозга. На помощь вам придут мои рекомендации и рекомендации народной медицины. Для лечения любых воспалительных процессов метод общий всегда один. Это очищение организма и устранение любых возможностей воспалительных процессов в дальнейшем. Итак, первый пункт – это очищение через правильное голодание. На моём канале уже вышло видео «Лечебное очищение и голодание». Вот оно, посмотрите его непременно, ссылочка будет под этим видео. Учтите всё, что я там говорю. Как правильно подготовиться, выходить из голодания, как его проводить, какие очистительные процедуры при голодании необходимо соблюдать. А также учесть то, что если у человека у вас есть потенциально паразиты, различные гельминты, то необходимо до проведения голодания избавиться от паразитов. В общем, посмотрите это видео и всё поймёте. Это первое. Второй пункт – это правильное, естественное питание. Чтобы убрать все воспалительные процессы в организме, необходимо убрать из рациона питания следующие продукты. Во-первых, это все белки лектины. Их около ста, а это как раз белки, которые вызывают воспаление, причём это растительные белки. Там тоже среди растений есть продукты, которые содержат высокомолекулярные белки, которые вызывают воспаление. Но совсем кратко скажу, что это всё семейство послёновых, это семейство бобовых, кроме чечевицы, и это злаки, псевдозлаки, крупы и производные из них, то есть каши, мюсли и так далее, кроме пшена в пшене нет лектинов. Это значит, во-первых. Во-вторых, убрать все сахара, абсолютно все, то есть всё, что сладкое на вкус, натуральное, синтетическое тем более. Обязательно. Тогда вы сами увидите результаты, которые не заставят себя долго ждать, и даже через неделю-две вы уже не будете испытывать никаких болей в области головы. И третье – это молоко и молочные продукты, кроме жирных составляющих, то есть кроме сливочного масла, жирной сметаны и сливок. И это с точки зрения биохимии можно есть. А всё, что содержит молочный белок казеин, в первую очередь сыр, на втором месте творог, на третьем молоко, цельное категорически исключите из рациона питания. Ну а по молоку, если захотите понять, посмотрите вот это моё видео о молоке. Ну и третий пункт. А обязательно посмотрите моё видео «Интервальное голодание». К этому в идеале надо прийти. Это очень просто. Там я объясняю пошагово, как прийти к правильному интервальному голоданию. И тогда у вас будет два уникальных эффекта. Это аутофагия запустится в полном объёме. И, конечно же, будет вырабатываться гормон роста, как в молодости. Что очень важно для всех систем организма, в том числе всех гормональных систем. И только лишь по своим привычкам, вкусовым пристрастиям и верованиям вы будете считать, что что же тогда есть. Очень много, что можно тогда есть. Посмотрите, во-первых, мою лекцию. Вот кето-питание, веганская кето-диета, где я всё это поясняю. Посмотрите моё видео про калории. Посмотрите моё видео про интервальное голодание, в конце концов. Итак, не переживайте за еду. Будет вам достаточно и для энергии, и для построения новых клеток, и для силы, и выносливости, и так далее. Но главное, если вы перейдёте на этот тип питания, и чётко будете его соблюдать, не будете включать в пищу, то есть уберёте из рациона вот эти так называемые продукты, то вы сами увидите, что через неделю, у кого-то через две, но в самых тяжёлых случаях через три недели, у вас не будет больше головных болей, у вас пройдёт мигрень. Это же не сложно проверить, помучаться недельку, две, три. Но это для тех, кто абсолютно не верит, считает, что всё это ерунда. Так вы проверьте, а потом говорите, ерунда или не ерунда. И может быть тогда вы задумаетесь, отчего же это верно было, почему мои слова были абсолютно истинны, каковы же здесь предпосылки биологические, биохимические. Ну а я в своих лекциях ни одной, ни двух, а многочисленных. Всё это поясняю, кто захочет понять, просто смотрите мои лекции, вы просто поймёте, как это всё работает. Ну а теперь я покажу вам три упражнения, и потом расскажу о травах, которые убирают мигрень. Итак, если у вас только наступают первые признаки мигрени, идите в тёплую ванну, примите, либо тёплый душ, и займитесь следующими упражнениями. Итак, сжимайте пальцами основание носа, энергично разглаживайте от переносицы к вискам, вот таким образом. Вот таким образом, вот таким образом. Примерно минуты 3-4. Второе упражнение. Ладонями массируйте, сжимайте плечевые суставы и предплечья. То есть вот таким образом. Вот таким образом массируйте, массируйте, массируйте. Вот таким вот образом. Можно самому, можно попросить, соответственно, супругу или мужа, родственников, детей. Вот таким образом. Примерно 5 минут. Можно это делать синхронно. Двумя руками, что лучше всего. Третье упражнение. Плотно обхватить в кольцо лучезапястный сустав и массировать его по кругу. Вот таким образом. Либо проворачивая руку, либо проворачивая рукой второй, соответственно, лучезапястный сустав. До тёплого такого ощущения на коже. Примерно минуты 2-3. Один сустав на одной руке и другой на, соответственно, другой руке. Примерно по 2 минуты каждое упражнение. Таким образом, проделывая первое, второе и третье упражнения друг за другом, можно с небольшим перерывом, стоит делать это 2-3 раза в день. Такой комплекс упражнений. И таким образом вы уменьшите болевые ощущения. Может быть и снимете вовсе мигрень. Но если вы учтёте и упражнения массажа, и изменения в питании, и, конечно же, то, что я сейчас скажу о травах, тогда не может быть ни одного шанса, чтобы вы не избавились от мигрени. Советую применять данные методики, которые я вам сейчас дал и ещё дам в комплексе. Кстати, есть ещё такое упражнение делать плавные движения руками типа козьбы. Ну, как кошение травы ручной косой. Есть ещё один народный рецепт, что если боль не стихает после упражнений данных, которые я вам сейчас сказал, то нужно перевязать голову полотенцем. Причём это сделать довольно-таки плотно. Иногда это очень помогает. Тут поймите, главное на первых порах убрать болевые ощущения, а дальше время нужно неделю, две, три. Так что ничего страшного. Коли вы терпели очень долго, можно потерпеть ещё немного. Ещё один важный момент. Для рук и ног я советую делать тёплые ванны с порошком горчицы. Ну, а теперь про народную медицину в плане фитотерапии, то есть лечения травами. Возьмите две столовые ложки горецвета весеннего и закиньте в термос. Залейте 0,5 литра горячей воды градусов 75-80 и примерно час нужно это всё настоять. Ну, а потом, процедив, пить по одной четверти стакана до еды примерно за 10, 20, 30 можно минут до еды в течение дня, чтобы за один день выпить все эти пол-литра настоя. Ещё очень хорошее средство следующее. Мало ли вы не наёте одну траву или другую, так вот вам другой рецепт. Возьмите две столовые ложки измельчённой сухой петрушки. Залейте тоже пол-литрами горячей воды градусов 80, настоять час и пить по полстакана 3-4 раза в день. Или ещё один вариант, который тоже не менее значимый и ценный, действенный. Это взять две столовые ложки ягод можжевельника, залить в термосе тоже пол-литрами воды. Горячей 80 градусов. Настоять примерно 2 часа и пить по полстакана до еды, пока не выпьете эти пол-литра в этот день. Все эти три варианта можно между собой сочетать, совмещать. Например, три дня один, три дня другой, три трети. Ну и посмотрите, какой более эффективен будет лично вам. Кстати, очень хорошо при мигрене мыть голову отваром листьев хрена. Просто горячей водой, но не кипятком заливаете мелко нарубленные листья хрена, примерно килограмм на литр. Ну и минут 40 надо, чтобы это всё постояло. Кто-то посмеётся этому методу следующему, но в народной медицине он есть и он показал свою эффективность. Можно взять репчатый обычный лук, разрезать пополам и приложить половину к колбу и к вискам, смотря где болит, и завязать повязкой. Лук в пищу обязательно вводите в салаты, например. Ещё один метод, который, кстати, можно применять вполне параллельно, то есть совместно, это к пяткам приложить горчичники. А что касается чая, если вы не хотите применять другие методы, а вам достаточно и помогают упражнения, то есть массажи и смена питания, то вы можете просто пить чаи такие, в составе которых есть мята, зверобой, душица. Кстати, очень хорошо перед сном такой состав расслабляет. Естественно, убирайте из своей жизни стрессы, они пагубно скажутся на проявлениях мигрени. Кстати, для профилактики приступов мигрени, потом, в дальнейшем, я рекомендую в один стакан тёплой воды добавлять по одной-две лучше чайные ложки натурального яблочного уксуса и пить прямо перед едой, ну скажем так, в течение одного-двух месяцев. Впрочем, про яблочный уксус у меня уже было видео на моём канале, непременно его посмотрите, кто ещё не видел, оно очень важное и ценное. Я вам говорил уже один хороший вариант про мытьё головы отваром из листьев хрена, а есть второй вариант, очень хороший также, это промывать голову настоем травы душицы. Когда горсть сухоизмельчённой травы закладывается на пол-литра горячей воды, часа три настаивается и промывается. При промывке хорошо втирайте в кожу головы, массируйте кожу головы, соответственно, и в первом, и во втором варианте. Знайте, что мы отправляем все наши товары в любые города России и страны мира, от Грузии и Казахстана до США и Германии. Ну и, конечно, как всегда, я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия. Жду ваши комментарии, предложения и вопросы под видео в чате. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok